Донбасс Донбасс Ну это в принципе развал Советского Союза, неимоверный грабеж государства, коррупция, бюрократия, беспредел чиновников, расслоение общества. Вот это сама почва для возрастания фашизма. Донбасс Донбасс Как вот все-таки вот, с чего начать, что делать? Вот учиться, скажем, если вот на учебу людей отправить, чтоб народ бы поучился трохи. Ну и отправить интернет есть, я имею ввиду в этом смысле. Вот есть красный университет. Вот иногда вот как-то неудобно становится вообще. Вот как, например, сказать, страна, которая первая в мире совершила социалистическую революцию, должна где-то учиться у кого-то. А как же? Учиться всегда. Должно быть в крови. Ну, в крови. Это хитро. И учиться. Родиться и учиться не надо. Нет, такого не бывает. Все мы воспитанники еще Советского Союза, в принципе, воспитывали нам все это, показывали, рассказывали все это. Как оно получилось, такое загнивание? Ну, коррупция есть коррупция. Да, это не коррупция. Ведь от Советов-то выстраиваемых по заводам и фабрикам отказались еще в 36-м году. Это здесь... Ну, вообще-то не в 36-м еще как оно было. Первое... Я еще помню те времена, я очень древний, в принципе. Я еще помню те времена, это 50-е годы, когда батя еще ходил на работу, работал в шахте. Вот. У него совсем другие мысли были. Вот как приходили там выходной день, друзья там с бутылочкой посидят как-то. Они разговаривают, кого выдвигать в Верховный Совет, кого-то из рабочих выдвигать. На что-то надеялись, кого-то выдвигать. А уже потом, в принципе, это в 62-м году, на 22-м съезде Хрущевым было заявлено, что классовая борьба себе исчерпала, в принципе. И сейчас класс, в принципе, и не нужен, как еще и народовластие. А что такое народовластие, как, в принципе, в Верховный Совет полез, в директорат, ну, стало как соблазн для наживы, в принципе. И вот этот вот красный директорат к этому и довел, в принципе. Я не верю, например, как говорят, Америка вот развалила там Советский Союз или еще что-то. Нет, не Америка развалила Советский Союз. Америка, как она уже, знаете, нападает на погибающие животные, когда-то, да-да-да. А так сами и развалили это все. Вот молчание, подмолчание народа. Подмолчание народа развалили Советский Союз, подмолчание народа развалили промышленность. Все, подмолчание народа. Ну, все, подмолчание народа. Ну, молчать-то, наверное, уже хватит. Николай Васильевич, а как у вас там с предприятиями? Остались ли там трудовые коллективы на Донбассе? Ну, как, очень мало трудовых коллективов. Если взять, например, шахта советского образца, ну, шахта 10-12 добычных участков. На каждом участке работало до 300 человек. Это рабочих было около 3 тысяч на одной шахте. Ну, вот прикиньте, в Макеевке, например, было 29 шахт только взять, если. Или из металлургического комбината имени Кирова, там 50 тысяч человек. А что осталось? Осталось у нас на Ладон-Житышах 3-4 шахты, где работают 1-2 участка. Ну, это 300-400 человек. Вот это вот рабочий коллектив. И, во-вторых, это же как до войны еще было. Сейчас уже, я не знаю, то война, то как-то так. А до войны, как было, это же рынок труда, в чем он заключается. Если, например, в Якут, где-то что-то не нравится буржуям. Вот, тут же пошел кто-то стуканул, все, ты уже не работаешь на этом предприятии. Обязательно сведят. Это было до того, как народ Донбасса взял в руки оружие. А сейчас-то оружие в руках. Это уже другое положение. Почему? Потому что народ, как сказать, ну, я даже не знаю, как оно получилось. В принципе, сказать, что стихийно. Да, в принципе, оно стихийно. Такая обстановка создалась. Но народ уже не позволит до себя довести до такого состояния. Ну, и солнышко, наверное, сверху немножко светило так. Чуть-чуть. Ветер, северный дул. Как ветер, северный дул. Сказать, что ветер, северный дул. В каком вы имеете отношение? Почему-то говорят, что северный ветер, северный ветер, как говорят. Нет на Донбассе российских еще. А я не по войскам. Ну, а в каком отношении северный ветер? Помощь какая-то была? Да, была, действительно, что мы первый год не получали ни зарплат, ни пенсии. Первый год у нас прошло так. Потом уже где-то через год, где-то уже в апреле месяце нам давать начали первые пенсии уже как-то в рублях. Ну, да, это большая помощь России, потому что не выдержать бы нам, не выстоять самим. Так вот, все-таки, вот, можно, наверное, с конференцией, может, газеток возьмете, книг возьмете. Да, дети возьмем, но только что везти надо. Ну, мы уже так тоже подумаем, так сказать, как это. Ну, вот, людей надо и на учебу отправлять. Вот российский комитет рабочих собирается в октябре и в марте два раза в год. Вот, может, посранцев туда посрать, чтобы люди послушали бы, о чем рабочие думают в России, передовые. Рабочие, передовые? Да, люди же обмораются. На рабочие места никто уж в армии, можно там с людьми поговорить. В принципе, сейчас все рабочие в армии. Да, не все. Вот Арчевский метеорологический комбинат, там 1015 работает. Сейчас? Да, ну не сейчас, в 15-м году работала, по крайней мере. В Арчевске, АМК. Ну, В Арчевске, это Луганская область. Ну, да. Я хочу сказать, что у нас, ну, что такое прокатный цех? Если взять, у нас был Кировский металлургический комбинат имени Киров, один из крупнейших в мире. Вот, то сейчас работают два прокатных стана. Это даже не цех. В одном цеху могут стоять там 3-4 прокатных стана. А это два. Ну, сколько? Ну, 300 человек там работают. Ну, в Мариуполе 1100 работают. Естественно, языком болтать там не дадут. А в Мариуполе? Ну, в Мариуполе, Мариуполь под Украем. Это не наш Мариуполь. Мариуполь под Украем. Ну, он под Украем, но что же, Донбасс? А там вообще, а там вообще рот раскрыть не дадут. Там вообще не дадут. Как-то вот, как-то вот. 20000? Да нет, пожалуй, 8 где-то. 8? Нет, минимальная пенсия, я думаю, даже меньше, 1700. 1700. Это как? Рабочий, который не работал совсем никогда, вот, 1700. Нет, ну, если минимальная, что вы знаете? Минимальная, это минимальная. Ну, минимальная есть по инвалидности, минимальная есть, например, человек, который отработал всю жизнь, он получает 1012, да? Ну, наверное, да. Ну, наверное, да. Я, например, как вот считаюсь, в шахте отработал 13 лет и всю жизнь то шофером работал. Инвалид войны, как считаешь, как приравненный к инвалидам войны, как инвалид ЧАЭС. Вот, я сейчас получаю 4200 в рублях. Ну, возможно прожить на эти деньги? Невозможно. Невозможно прожить, тем более, что цены у нас такие же, как у вас, в принципе, только что у вас дороже, водка дороже, сигареты дороже. Бензин дороже. Нет, не дороже. Нет, уже не дороже. Если у нас 43 бензина, то у вас 30. Ну, это было, это когда в 15-м году там было дешевле. 25 бензина у вас где-то на нашей день. Ну, я не знаю, где вы видели по 25 бензина. Это Варчевский. Ну, может быть, кто я знает. Тут, видите, тоже так судить, например. Если газ, газ, вот у меня... А, вру, слушайте, 25 гривен был Варчевский. А врубли это тогда около двух было, да, партийник где-то. Да, 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 вру. Ну, вот как-то все-таки этот кольцо-то это закордованное надо порвать. Ну, как надо, как его порвать? Ну, в принципе, вот тоже ж недовольство на Украине, заводы валятся. Тут не недовольством надо, а тут надо брать, вот как-то организовывать жизнь, нараживать. Ну, я, например, идею Захарченко приветствую насчет чего? Насчет создания нового государства, чтобы оно не было связано, в принципе, территория. Та же люди, те же, но не было связано название с Украиной. Как она была когда-то, Малороссия, вот он пытается что? Ну, это по моим понятиям, например, у нас сейчас Донбасс в изоляции. Идет война, экономическая блокада, там нехватка ни сырья, ни угля, здесь нехватка сырья. Ну, как-то надо уже объединяться в конце-то концу, потому что кровушки уже напились доскачу. Вот, и в принципе, я еще говорил, в 94-м году, когда пошел этот развал, что ни один народ мира не проливал столько своей именно крови, как славянские народы. Вот, почему? Потому что доведут людей до отчаяния, а потом, пока кровушка не польется, не успокаивается. Это было с самого начала. Еще возьмем восстание Кондрата Булавина, Емальяна, Пугачева, Ивана Болотникова. Это все. Николай Васильевич, я правильно понял, что даже рабочий кросс Донбасса, даже в лице наиболее передовых своих представителей, с опытом организации рабочего движения, у которых оружие в руках, он пока надежды свои связывает в основном с буржуазией? Нет, с буржуазией не связывают, у нас Захарченко, если вы слушали, он, по-моему, правильно сказал. Хорошо, он не буржуазия Захарченко, он не ставленник российской буржуазии, случайно, нет? Ну, пока зависим от этого, и сейчас его вот это вот предложение, мне кажется, это крик души, потому что, как у нас получилось, блокада на Украине, блокада Украина объявила блокаду, мы надеялись, что Россия нам хотя бы с рынками сбыта поможет. Рынков сбыта нету, поставки сырья опять же нету, надо что-то свое думать. И Захарченко заявил, что будет в Малоруссии без олигархов. Ну, олигархи это корень-то капитализма в мягком бизнесе, а олигархов чем больше стрижешь, тем больше растет. Мягкий бизнес, я как понимаю, например, я сколько спорю с людьми насчет чего, а есть ли у нас вообще предпринимательный бизнес? А у нас его просто нет, у нас есть спекуляция. Я понимаю предпринимательство, если ты предприниматель. Фермеры? Что, нету? Ну, фермеры это тоже очень мало. Они фермеры, просто прокормить себе, можно не уметь машину, не ожидать это продать. А в основной, если мы выращиваем на Украине рапс, а помидоры завозим с Турции и картошку с Турции, это бизнес? Это бизнес? Ну, так это же не олигархи. А? Это же не олигархи. Олигархов отсечете, а эти остаются. Но это не бизнес, это не предпринимательство. Из них новые олигархи вырастут. Это из них? А этот Ахметов-то откуда вырос? Тоже он какой-то хренью заниматься такой? Ахметов чистокровный бандит. Ну, и здесь бандиты, а что эти, которые возят, и все бандиты не стрягут? Нет, я вам расскажу, как это делается вообще, как нам вклеили в уши, что мы, как у нас сначала было, ваучеры, что мы тоже мелкие частники, мы можем этот ваучер продать. Потом, как оно начиналось, что не выплата зарплаты, люди уходили, ваучеры оставались у директората, директорат этот все прихватизировал. А вот как раз Ренат Ахметов отбирал этого директората все, обкладывал их данью, рейки там, чистым рейки там. Так и здесь будут отбирать у этих мест. Кто? Фермер? Да найдется другой Ахметов. Зарежем. Да, зарежете. Зарежем. Зарежете. Зарежем. Радно, на этой оптимистичной ноте. Нет, это не то, что оптимистическая нота, потому что народ почувствовал, что это такое. Вот народ-то почувствовал, а вот грамотности-то не хватает. Ну, грамотности. Понимания, что делать не хватает. А что я, если лидер рабочего движения считаюсь, у меня 8 классов образования, я работаю с 16 лет. Ну вот. Вот. Конечно, у меня не хватает образования. А брать, опять же, как говорится, грамотного с тремя высшими образования, ну, в принципе... А он будет линию к нему вывести. А он будет свой карман набивать. Опять олигархия. От разделения труда его надо преодолевать. Да, опять олигархия. А преодолевать надо разделение труда. То учиться надо самим. Учиться самим. Надо учиться. Мне уже поздно учиться. Да ладно, поздно-то. Да, 65-й год. Да, 70 лет это расцвет творческих сил. Кому как. Жизнь по-разному проходит. У меня, например, подземный стаж. Я шахтер. По подземному на пенсию шел. У меня за плечами Чернобыль. На умственные способности не влияет негативно подземный стаж. Так что поэтому... А водки сколько попереки. Так это же когда было-то в молодости. Был. Так, ну ладно. На этой оптимистичной ноте мы закончим. Продолжение следует...